Стимулом в первую очередь стало обрушение крыши усадьбы, но второй задачей мы видели с самого начала сохранение модернистской архитектуры, потому что мы все живем в городе давно, многие живут с тех пор, как еще здесь, как говорится, поля были и леса в оврагах. Поэтому идея вот этой выставки, которая посвящена вообще в принципе самой архитектуре, истории создания именно архитектурного замысла и того, что было реализовано, она была с самого начала у нас, как только мы два года назад образовались. Было много разных как бы идей, как это должно осуществляться, но здесь в какой-то степени сыграло то, что, к сожалению, буквально за последние три года мы потеряли, ну даже пальцев рук, как говорится, не хватит тех архитекторов, которые создавал этот город. И мы поняли, что просто надо срочно форсировать все эти события, потому что буквально вот они уходят, и мы даже не успеваем что-то узнать, потому что, понятное дело, что есть архивные материалы, которые, к сожалению, находятся в архиве ГПНИИ, институт сейчас ликвидирует, и мы не имеем доступа вообще к этим материалам. И вот эта вот изустная, как говорится, история города, она уходит вместе с ними, и мы уже ее не восстановим никогда. Вот, поэтому я обратилась к моему папе, который был частью этой истории, который работал в мастерской номер 9, вот, и он с удовольствием откликнулся, тем более, что в этом году моему папе исполнилось 75 лет, и это, как бы, с одной стороны, такой небольшой подарок, как бы, к его дню рождения, вот, но, однако, он в ходе подготовки выставки практически себя исключил из нее в качестве архитектора, потому что, действительно, мы поняли, что мы мало вообще, как бы, знаем про тех людей, которые создали этот город, которые его нарисовали, и которые, как бы, его реализовали. Поэтому, да, действительно, у нас выставка делится на такие вот несколько, может быть, не совсем понятно связанных вещей. Это, собственно говоря, генпланирование города, как оно менялось, как город развивался, какие были перспективы тогда, которые были реализованы, которые не было реализовано, и большая часть выставки посвящена именно персоналиям, которых с нами уже нету. Мы исключили тех людей, которые живут, это было сделано сознательно, ну, во-первых, потому что мы просто бы не вместили бы всех, вот, ну и потом, конечно, просто, действительно, как бы, кто вспомнит, если не мы, потому что многие из них не оставили даже после себя наследников. Вот, активное очень участие спасибо большое всем потомкам, которые остались, приняли в сборе архивов, вот, это огромный массив материалов, которые нам еще предстоит обработать, потому что то, что мы сейчас показываем на выставке, это такая вот прямо точечная конва, как бы, да, совсем вот прямо первое приближение, что называется. Вот, мы планируем большое здание, вот, которое явно будет над ним работать не один год, потому что очень много фотоархивов, которые сейчас рассредоточены и в семьях, вот, я обращаюсь, как бы, ко всем, что если что-то есть, даже то, что с вашей точки зрения не представляет никакого интереса, вот, мы готовы это взять. Александр Иванов, наш прекрасный фотограф, он занимается сканированием, как бы, и мы с ним очень в этом смысле сотрудничаем, вот, но сейчас уже даже несколько тысяч этих фотографий, как бы, это невозможное совершенно количество, мы сейчас уже это сортируем как-то, слава богу, что Печников, когда собирал пленки, подписывал там, ну, буквально, эту историю города по дням можно буквально восстановить, потому что он прямо вот действительно был фотолетописцем, вот, вот, и архивы музея, которые тоже оказались неразобраны, Валерия Марковна Воронежская передала в свое время очень большую часть чертежей, и вот один из них, собственно говоря, мы восстановили для показа на выставке, в архив музея, но в силу всяких разных обстоятельств, там, музейных и так далее, он не был разобран, но мы сейчас как раз вот подробно, как бы, этим озадачились, начали как раз в ходе подготовки к выставке. Вот, я хотела бы, конечно, пригласить, как бы, к соучастию, сотрудничеству над этим проектом, как бы, всех, вот, у нас есть страница в соцсетях, у нас есть страница в интернете, там есть все наши контакты, всегда можно с нами связаться, можно подойти ко мне, потом просто, как бы, обсудить, у нас уже город выделен нам помещение, мы сейчас его осваиваем, и уже там, собственно говоря, вот эта работа над выставкой основная шла, то буквально вот в двух шагах в соседний дом, там, где находится МФЦ, только вход с другой стороны, вот, если кто-то, вот, прямо, действительно горит желанием и возможностей имеет, как бы, вот, оказать помощь, потому что работы очень много, действительно, мы очень будем рады в наших рядах, не обязательно, как бы, официально вступать в охрану памятников, но, в общем, мы надеемся на помощь горожан в этом смысле, в сборе информации, вот, также я хочу сказать, что просто тоже сейчас, может быть, это не совсем по теме, да, что действительно, как бы, у нас сейчас очень сильно продвинулась история с крышей, вот, я думаю, что буквально в течение ближайших двух месяцев начнутся работы противоаварийные на усадьбе, вот, для этого нужны будут усилия, как бы, и финансы, вот, которые там буквально, в ближайшее время мы обнародуем, как бы, вот, ту смету, которую нам выставят производственники, потому что проект завершен, проект неплохой, да, это временка, потому что мы имеем право только на противоаварийные работы, но это не меньше 10 лет, как бы, существования усадьбы, причем, как бы, при необходимости ее функционирования тоже, то есть это не то, что, там, мы дырки закрыли и все свободны, вот, работа будет продолжаться, вот, вот, на прошлой неделе у нас была презентация здесь книги воспоминаний последнего помещика, в которой есть несколько страниц, посвященных усадьбе, если кто-то захочет, опять же, книжку приобрести нам, издатель предоставил небольшую партию, вот, можно тоже подойти ко мне, после этого стоит она на 450 рублей, это вот такая вот книжка, на самом деле, это, конечно, страшная, интересная история с точки зрения возвращения имени Каштанова в историю, вообще, в принципе, российскую, потому что этот предприниматель, мы мало про него тоже, конечно, знали до последнего времени, вот, он стоит в ряду имен таких, как Морозовый, Рябушинский и так далее, то есть это действительно большая фигура, и вот эта книга, эта книга, которую он сам написал, это его воспоминания, написанные в 41-м году в Париже, уже в эмиграции, вот, самое интересное, что мы тоже нашли эту книгу, поскольку тут внучка Каштанова переехала из Франции в Америку, вот, и она стала профессором Колумбийского университета, и как раз вот эти воспоминания, они находились в Колумбийке, но в связи с пандемией мы, к сожалению, доступа не имели, стали искать, как бы, дальше, вот, и оказалось, что, оказывается, уже до пандемии эти воспоминания были оттуда и задачены, вот, адаптированы, потому что он писал еще на дореволюционном таком языке, как бы, и уже готовилось это издание, вот, поэтому, в общем, кто-то, если имеет интерес, вот, мы будем очень рады, вот, посодействовать, вот, специально сказали, что мы, если гущинцев будет, то мы готовы предоставить книжку, да, купить, вот, ну, вот, собственно говоря, это вот такая небольшая преамбула про выставку и про наш ВАПИК, вот, ну, и слово я передаю Владимиру Алексеевичу, который сейчас не будет особо вдаваться в подробности выставки, потому что потом действительно будет экскурсия, там на месте можно будет смотреть, вот, он сам расскажет о том, о чем будет говорить. В выставке я могу сказать, ну, цель понятна, хотелось рассказать о творческом вкладе архитекторов, инженеров, проектировщиков, с которых начиналось строительство Пущина, города нового типа, научного центра биологических исследований. В принципе, он, пожалуй, уникальный тем, что это был такой моно-центр, который был посвящен только биологическим исследованиям, в отличие от, скажем, Академгородков, или Новосибирского Академгородков в частности, где были представлены много отраслей науки, там и ядерная физика, и химия, и гуманитарные науки, кроме того, там еще существовал университет. Ну, собственно, он и существует до сих пор, слава Богу. Ну, в принципе, до создания Академгородков существовала система закрытых научно-исследовательских центров, в которых ученые работали, как бы, будучи засекреченными персонами, и создавались эти исследовательские центры в основном для обеспечения стратегически важных приоритетов государства. Ну, прежде всего, конечно, в оборонной области. А тут как раз наступило время, когда появились чисто академические научные центры. Академия наук была государственным учреждением, собственно, доставшимся в наследство от империи российской, и организована она была, собственно говоря, заложена Петром Великим, Петром Первым. И вот как раз город Порщина создавался Академией наук, когда правительство наше было озабочено растущими после окончания Второй мировой войны международными связями научными и развития отечественной науки, которая, собственно говоря, многого достигла даже в том состоянии закрытого института, закрытого учреждения, вот, она, благодаря международным связям, конечно, развивалась бы более активно. И Академгородки проектировались как полноценные города, саморазвивающиеся, с комфортными условиями для всех проживающих в них. И место, выбранное для города, я считаю, удачно выбранное для города, обеспечило в полной мере эти благоприятные условия проживания и по условиям природным. Что касается проектной деятельности, она была тогда государственным делом, государственным приоритетом. Каждая отрасль народного хозяйства имела свои проектные и строительные организации. Общее направление обеспечивал ГАС-строй, а планирование общего развития страны – Госплан. Ну и проектирование института осуществляло проектной организацией Академии наук, которая была создана специально еще в 30-е годы. В частности, возглавляла эту организацию проектную. Она называлась Академпроект Академик Щусев, известнейший архитектор. Вот, и он, этот институт, так и назывался, ГИБРНИИ, Государственный институт проектирования научно-исследовательских институтов Академии наук СССР. Институт института. То есть, в некотором роде такая сверхинстанция. Вот, собственно говоря, одновременно с решением о строительстве, которое было продублировано, правительственным решением, которое было продублировано руководством Академии наук, собственно, был сделан и первый эскиз генерального плана. Он, автором его являлся главный архитектор ГИБРНИИ на тот момент. В общем, человек тоже слиминен, с авторитетом. Это такой художник-архитектор. Попов Шаман. Шаман, это был его, был в общих зданиях творческий, как художника. Он участвовал по молодости в выставках художественных. Вот, имел хорошее образование архитектурное и практику. В городе Воронеже его чтут, потому что он там много построил для города, участвовал в восстановлении после войны и, в общем, пользовался большим авторитетом. Ну, что касается самого города, то активная работа над проектом застройки началась в 61-м году, а решение о строительстве было принято в 56-м, как известно. Вот через пятилетие после решения о строительстве, собственно, это строительство было включено в пятилетний план. Тогда страна жила пятилетними планами, пятилетками. И вот через пятилетие после этого решения под руководством Юрия Павловича Платона, который возглавлял тогда вторую мастерскую, было их две. На тот момент, в 61-м году, положив в основу утвержденный эскиз Попова-Шамана, по решению научно-технического совета отделения биологических наук СССР, была такая инстанция, специально организованного для подготовки плановых заданий по разработке генерального плана города и генпланов института. И в первую очередь строительство включало пять научных институтов биологического профиля, больницу с поликлиникой и полностью сформированный жилой район В, занимающий серединное положение в жилой застройке. Дело в том, что строительство радиоастрономической станции началось раньше, чем строительство самого города. И вот этот микрорайон В, он как раз находился на пересечении осей заданного вектора развития города в восточном направлении и меридионального направления север-юг, которое соединяло городскую застройку с радиоастрономической станцией. Вот на этом пересечении, собственно, и началось развитие города. Микрорайон В был полностью единовременно спроектирован как целый цельный комплекс композиционный. И улица радиоастрономическая стала такой определяющей осью. Но первым комплексом, который предполагался к введению в эксплуатацию, был комплекс Института биофизики. Ну, надо сказать, что активную роль в строительстве центра и инициативе его создания принимал участие академик Франк. Собственно, он был директором этого института. И теперь можно сказать, было бы о строительстве. Ну, в целях ускорения сроков для главного здания комплекса Института биофизики была применена повторно рабочая документация корпуса Института, уже построенного в Москве на улице Вавилова, существует аналог. Вот. Ну, и с незначительной переработкой фундаментов по грунтовым условиям в общем, этот корпус был поставлен там с небольшими изменениями. Он удачно вписался в городскую застройку и, в общем, закрепил положение центра города. Ну, и объем проектных работ по городу возрастал. Потребовалась группа специалистов, архитекторов и инженеров, которые бы непосредственно курировали строительство, вели авторский надзор. И создается в Гиппрынии новая мастерская, которая занимается только центром Пущина и выпускает в 1963 году уточненный по результатам экспертизы согласования проект застройки города. Ну, характерным явлением для того времени, надо сказать, позволяющим оперативно решать все, была разработка и выпуск рабочих чертежей отдельных объектов до утверждения проекта застройки. То есть это намного ускоряло все процедуры, но утверждались эскизные решения, задания архитектурные, и что, конечно, накладывало особую ответственность на архитекторов, требовало высокой степени компетенции и ответственности за принимаемые решения. Ну, вот такими качествами как раз обладали авторы первого проекта застройки города. Сравнение проектных положений, выполнение в натуре совпадает до деталей, что говорит о высокой проработке и культуре общих решений. Ну, теперь можно сказать о людях. Поскольку требовалось постоянное авторское сопровождение строительства, оперативное решение всех вопросов на площадке, возникающих у строителей в ходе работ, с появлением первой версии генерального плана и расширения фронта работ, создается проектная группа специалистов, архитекторов, инженеров, которые проживали в Пущино, тогда еще в рабочем поселке. Эту группу в 1965 году возглавляет приглашенный из мастерской «Мосграждан проекта» города Жуковский Московской области Евгений Александрович Архипов. Главный архитектор проекта с большим опытом. Он имел опыт успешной реализации комплексной застройки и являлся автором значимых городских объектов. С ним работают молодые архитекторы Лариса Крупская, Эльвира и Капсон, техники архитекторы, группа инженеров-конструкторов и специалисты-смежники, так называемые инженеры по отоплению вентиляции, водоснабжению, канализации, электроснабжению и связи. Евгений Александрович Архипов активно включается в совместную работу авторского коллектива, как равноправный участник предлагает московским авторам свои решения по застройке, объединяя микрорайоны А и Б для общего ансамбля его решения. Его предложения принимаются, появляется крупный ритм постановки жилых домов, активный, в частности, микрорайон А-Б, как раз начало проспекта науки. Там постановка вот этих зданий, башен, как раз заслуга Евгения Александровича Архипова, потому что первоначально авторы предлагали несколько иную трактовку. И намечалось перспективное размещение, предложено было Евгением Александровичем Архиповым, торговых корпусов между этими зданиями, что видно просто там большие промежутки оставлены между корпусами с первого по четвертый. Он же осуществил посадку здания кинотеатра в начале проспекта в ключевом месте, которое было фокусом первого эскиза генплана. Евгений Александрович Архипов фактически выполнял функции главного архитектора города, решал вопросы благоустройства, участвовал в работе местного совета и дирекции научного центра. Проектная группа, возглавляемая ему, укреплялась специалистами и из филиала Московской мастерской становилась самодостаточным подразделением, которое способно было выполнять весь объем проектных работ по объектам города и обеспечивало документацией фронт работ для строителей. Ну, Евгений Александрович много и плодотворно сотрудничал с художниками-монументалистами, уделял большое внимание проработке интерьера с включением декоративных элементов. Он был архитектором высокой культуры, он работал в реставрации памятников древнерусского зодчества, в частности, в Суздале и во Владимирской области, участвовал даже в реконструкции, в реставрации церкви Покрована Нерли, известнейшего памятника русской архитектуры. И выдающейся его работой стал блок общего назначения института микробиологии. Там пластическое решение фасада очень удачно решено, оно входит органично в интерьер вестибюля фойе, там внутренний дворик появился с декоративным озеленением. И, в общем, было незаурядное решение пластического всего комплекса с продолжением последствий корпуса пилотных установок и так далее. Ну, эти все объекты создавались, включая еще и гостиницу, где первоначально авторами эскизного предложения были тоже московские архитекторы. В общем, в борьбе Евгений Александрович отстаивал свои предложения, свои решения и, в общем, достаточно успешно. Эти здания, если сейчас такие, как гостиницы с рестораном и корпус микробиологии, они представляют наибольший интерес в застройке города. Ну, в 70-м году в группе появляется Виктор Кузьменко. Он по специальности, по специализации также был городостроитель, учился он в Таллине. Вот. И, в общем, он привез в город, привнес высокую культуру проектирования городской среды. Что мы видим как раз по тем элементам благоустройства, которые сохранились, в общем, до сих пор и представляют тоже значительный вклад в организацию городской среды. Ну, в 71-м году из Иркутска по приглашению руководства института переезжает Вячеслав Воронежский с женой Валерии, тоже архитектором. Они работали больше 10 лет после окончания мархи в Иркутске. Туда поехала целая группа молодых выпускников, архитекторов, которые, собственно, оставили по себе добрую славу в Иркутске. Ну, город уже начал вырастать из рамок определенных первичными решениями. Уже начинают жить своей жизнью институты, появляются новые направления исследований, новые лаборатории. Ну, и в это время появляются и другие архитекторы с опытом проектирования и собственными убеждениями. Это Александр Кибальчич и Станислав Барышников. Они включаются в текущую работу, не претендуя на исключительность, выполняют большой объем рабочей документации. Приходят квалифицированные инженеры, специалисты с высокой самооценкой, со своими требованиями. Ну, ситуация требовала распределения полномочий внутри коллектива. Руководством института должны были быть приняты какие-то решения. Ну, а между тем Архитов оставался главным архитектором проекта. А мастерская, соответственно, разрасталась и возникали какие-то трения внутри. Ну, и когда было принято запоздалое решение об организации мастерской с Архитовым во главе, ну, ситуация была крайне острая. Группа конструкторов подала заявление на увольнение. Директор института эти заявления подписал, а мастерская осталась без конструкторов. Как вот, собственно говоря, я всю эту историю поднагодную я буквально в последнее время выяснил. Ну, и с приходом новых архитекторов, молодых, был выполнен проект, первый проект, эскизный проект благоустройства и восстановления пущинской усадьбы. Ну, в общем, я бы сказал, что совместными усилиями всех архитекторов они тут нашли общий язык и сделали эту работу достойно. А усадьба тогда с вводом больницы в эксплуатацию новой освободилась от сельской медсанчасти, которая в ней размещалась многие годы. Ну, и еще сохраняла вполне благопристольный вид и, во всяком случае, интерьеры были достаточно сохранены. Ну, если говорить о заслугах архитекторов, то в общем можно сказать, что помимо усадьбы, конечно, создавались в частности Кузьменко. Был создан парк Мемориал Победы в Собелийском совместно с художником Романихиным. Был спроектирован парк Аттракционов с колесом обозрения летним кафе. Детский городок и не один из круглого леса с катальной горкой качелями. Собственно говоря, основной задачей было создание стало на тот момент создание генплана на дальнейшее развитие города. Эту работу собственно возглавил Вячеслав Степанович Воронежский и он сразу по приезде начал работать над генпланом с учетом перспективного развития. К этому времени город вырос и я должен заметить, что рос он не так, как было задумано. Значит, первоначальная схема предлагала симметричную симметричную композицию жилой застройки относительно центра такую бабочку с крылышками. А по факту развитие пошло в восточном направлении неожиданно, а микрорайон АБ до сих пор имеет незастроенные территории и было это связано прежде всего с интересами строителей, которым нужно было обеспечивать высокие сроки строительства и применять учитывая тенденции того времени сборное крупнопанельное строительство. Архитекторы же всячески сопротивлялись строительству этих крупнопанельных зданий в центральной части города и потребовалось увеличение городской территории. Он поступал к восточным границам отведенной территории, а дальше были сельскохозяйственные уголья, совхозные земли. И новый генплан должен был учитывать как раз вот это интенсивное развитие в восточном направлении. Ну и с другой стороны перспектива должна была учитывать тенденции развития науки, создание условий для практического применения достижений теоретической экспериментальной науки, создание наукоемких производств, заводов малых серий, приборов строения. И актуальной задачей было решение жилищного вопроса, потому что в городе не сокращалась очередь на получение квартиры, ну было до двух тысяч собственно говоря стоящих в очереди. То есть более двух тысяч семейств нуждалось в улучшении жилищных условий. Строители сами жили во временном поселке, который размещался там, где сейчас гаражная зона рядом с заводом пущенским. Ну и все настоятельно требовало разработки генерального плана. Ну собственно говоря мы бы могли наверное перейти если нет вопросов по развитию города и собственно говоря по тенденциям которые я озвучил. мы бы могли перейти уже непосредственно к экспозиции и там посмотреть все это воочию. Ну здесь собственно говоря это 75-й 76-й год 76-й год ну по-моему это 8-е марта мужчины которые поздравляют женщин женщины здесь не представлены у нас вот чисто мужская компания но мы видим Вячеслав Степанович Воронежский Станислав Евгеньевич Борышников Шабарин Леонид Петрович который был гипом бессменно все годы собственно до ухода на пенсию в мастерской ну и архитектор Александр Кибачич здесь сам Евгений Александрович Архипов самый веселый человек ну и инженеры инженер конструктор Донской Юрий Константинович вот конструктор Конин электрик руководитель группы электриков Владимир Яковлев ну вот я ваш покорный слуга когда еще молодой мне только исполнилось 30 лет вот ну я уже был ведущим главным архитектором проекта и можно посмотреть собственно говоря чем я занимался может быть мы пройдем в зал если нет вопросов на самом деле я думаю давайте пока вот сейчас задержимся все-таки здесь потому что здесь удобнее будет задавать вопросы потому что я думаю что есть какие-то вопросы ответы на которые во многих многих вот даже действительно как бы на выстрихе там можно что-то быстрее объяснить вот но вопросы все-таки какие-то по общей концепции как бы вот агростроительный вот если есть потом я вот вижу здесь у нас бывший руководитель мастерской вот пожалуйста представьтесь и пару слов если можно я бы хотел добавить по поводу института Кипрони значит институт Кипрони это был центральным институтом как Владимир Алексеевич сказал по проектированию институтских зданий по всему Советскому Союзу институтские здания это естественно индивидуальные проекты и Кипрони как тоже было сказано имеет историю с 30-х годов выросла и комплектовалась высококвалифицированными архитекторами преимущественно потом закончившими Московский архитектурный институт и нужно сказать вот из своего так сказать опыта что ли я сюда пришел в 72-м году в январе месяце из алматинской проектной мастерской Кипрони у нас главным архитектором одно время был ушедший из главных архитекторов города Алматы был такой архитектор Дятлов который впоследствии уехал главным архитектором Минска был главным архитектором потом мастерской Победка который учился то ли в одной группе то ли на одном курсе с Платоном Юрий Павлович главным архитектором Кипрони и в большинство как сказано было наверное группа сначала группа Кипрони местная комплектовалась архитекторами и соответственно Платона Юрий Павлович приглашал сюда высококвалифицированных архитекторов но если чуть-чуть коснуться Юрия Павловича фигуры Юрия Павловича это очень конечно талантливый архитектор был приезжая допустим в Алмату и разрешая какие-то споры возникающие непременно бывают такие творческие споры он мгновенно выдавал решение и чисто и архитектурного характера и мерил какие-то споры между секторами между специалистами инженерными я прошу извинения маленькую такую картинку значит остановился на определенное время проект какого-то здания тоже то ли институт геологии то ли институт информатики и вот уперлись уперлись инженерные инженерные специальности и архитекторы инженерным специальностям не было возможности пройти коммуникационную нишу ну он тут же нашел возможность ну ребят это все просто до обеда водопровод после обеда канализации все спало все напряжения все это было впоследствии решено но что касается значит местной проектной мастерской она как вы знаете комплексная называлась проектная мастерская Владимир Алексеевич уже говорил о том что здесь были разные специальности это отдел архитектуры там порядка ну разное время там порядка 10-15 наверное человек если я не ошибаюсь работало так наверное в отделе архитектуры да отдел конструкторов 10-12 человек отдел конструкторов тоже такой же был коллектив отдел или сектора наверное да смертный отдел тоже где-то человек 6 наверное было дальше сектор электротехнический потом был специалист по вертикальной планировке озеленения и благоустройству технолог который работал с Москвой постоянно потом значит и должен главный архитектор вернее главный инженер проекта было по-моему два человека тогда ну естественно руководитель мастерской и главный инженер мастерской проекты созданные в мастерской комплект чертежей был регулярно отправлялся в Москву значит подписывался он директором института это Савелий Борисович Алексеевич главным архитектором Юрий Павлович Платонов и основные чертежи по конструкции главным конструктором института то есть связь была постоянная после завершения проектов таких основных все это везли в главное архитектурно планировочное управление Московской области там тоже было заседание большой стол был там автор проекта докладывал все по архитектурным решениям то ли утверждались проекты то ли не утверждалось проекты ну вот к слову сказать всем нам известная спаренная башня ее так и не утвердили в глав АПУ но потом махнули рукой и сказали ладно делайте под ответственностью Юрия Павловича Платонова и так и привязывали этот проект так и не утвержденный глав АПУ не утвердили они по той простой причине что это не соответствовало тем нормам которые были в то время то есть кухни стали большими там вот в этом плане наверное и не было у вас вопрос да простите меня спаренная башня мне такой местный фразеологизм не знаком это два проекта 268 двух подъезд нет это не серийный это двухподъездное 107 квартирное жилое здание кирпичное и ну а в дальнейшем они там из спаренной башни превращались в четырех подъездных там вот у нас в АПУ допустим это не серийный еще раз вам говорю это индивидуальный проект который кстати говоря Евгений Александрович архив разрабатывал и это наш так сказать ну если хотите фишка так скажем условно говоря и все очень старались попасть по очереди в эту башню ну вот собственно все комплексное мастерство это вот эти профессорские дома можете профессорскими назвать их разные названия например в АПУ есть такое название кровавый санк например ну это 24 а вот спальная башня это какой адрес называется ну вот есть ближайший вот здесь назывался детский игральный городок перед ним 34 В34 37 как раз за пятерочкой два дома ну Г7 то же самое вот спаренная башня три башни в микрорионе В одна за другой идут значит кирпичные дома то есть то есть такого рода но это вот по да и комплекс именно комплексная мастерская заканчивалась заданием на проектирование и значит выпуском чертежей вот таким образом все это было которые как я сказал утверждались там и так далее проходило но это вот по бум строительства это конец 60-х годов институты когда начали активно вот здесь вот строиться и пожалуй до конца 70-х годов вот скажем так бум строительства в городе был в начале строились когда строились институты то преимущественно проекты делались в Москве а когда жилые вы меня простите я запинул на сейчас не давайте давайте мы вас ждали давно когда значит необходимость была крайняя в кадрах в институты тогда вот и начала формироваться проектная мастерская комплексная проектная мастерская которая ну можно сказать была на самофинансирование то есть спускался план приходилось непосредственно заниматься кадрами значит штатами то бишь и зарплатой все это очень строго регламентировалось подписывалось директором и необходимо было все эти планы выполнять чтобы получать в конце концов зарплату вот это была основная такая может быть трудность и когда вот Владимир Алексеевич говорит начал начал проектироваться да такой нюанс был я значит как говорю приехал в 72 году в январе сюда ну правда находясь зарплату получал в алматинской мастерской а здесь находился около года в командировке считался до поэтому решался вопрос квартиры с переездом семьи и так далее и вот мы с Евгением Александровичем Архиповым сейчас вот помню на авторский надзор ходили посмотреть кинотеатр молодость как раз вот пристройка там делалась пробля смотрели работы подписывали акты на скрытые работы и я его спросил Евгений Александрович я говорю а что-то так очень далеко вроде от центра находится кинотеатр молодость ну как правило это центром должно быть он говорит здесь будет центр вот пожалуйста вот такое мнение в свое время или перспектива рисовалась для города вот там центр и если посмотреть на генеральный план в музее вот сейчас есть макет генерального плана то там большие дома и в частности против больницы с поликлиникой должен был быть такой многоэтажный какой-то комплекс то ли жилой дом в общем там но это была заявка как уезжаешь в город это уже сразу чувствовалось что это высокие здания и так далее и вся эта часть вот западная часть микрорайона АБ это были живые дома возможно так и получилось бы если бы вот это такой нюанс который мне навсегда запомнился потому что я как про себя пожал плечами думаю как это но тем не менее вот такой момент был значит что касается может быть сразу перейти уже чтобы потом может быть не возвращаться вот та выставка которую мы сейчас смотрим я бы сказал что она имеет два два таких момента то есть первое это генеральный план и отдельно уже жилые вернее простите здания ну преимущественно лабораторные здания есть некоторые значит кроме музыкальной школы отдельно жилых домов то есть это принципиально если говорить опять же в генеральном плане ну вот это вот не была не такая мечта которая не воплотилась в жизнь сделать центром то центр АБ должен был быть точечными домами застроен это тоже на макете должно было быть так но к сожалению я должен сказать что решает к сожалению опять же вопросы иной раз не архитектор не главный архитектор города а администрация вот иллюстрации того что как решено и как сейчас вот вырисовывается в конце концов микрорайон АБ это решением администрации возник вот этот жилой дом около кинотеатра молодость который вот этим домам первым вторым третьим и четвертым домам перекрыл просто я бы сказал воздух то есть взгляд на сервуха вот это вот стеной такой поставлен дом с другой стороны значит опять коммерческие коммерческое решение перекрыт с восточной стороны микрорайон АБ стоянкой автомобилей земля в свое время не в аренде или она была в аренде потом она продана была эта земля решить этот вопрос достаточно проблематично для того чтобы решить его как необходимо в архитектурном генеральном плане так скажем далее такой момент например должна быть объездная дорога вот сейчас все склоняются к тому что не пускать транспорт через на Болково там и так далее не через город не через там улицу там грузовую или выход на Болково объездная дорога предусматривалась с так скажем с южной стороны Д за забором Фиана то есть вот обход и выходила на Болково это не было решено и сейчас уже невозможно этого сделать а зря бы конечно другой момент я бы сказал отрицательный момент например в микрорайоне Д стоит сейчас уже около двух лет пустой жилой дом жилой дом стена такой который тоже закрывает за этим жилым домом всем остальным жилым домам возможность на взгляда на окуток скажем на заочие но это вот еще момент такой это только те точки которые вот так сам бросаются в глаза не могу сказать потому что это все застряло в дирекции научного центра там какие-то есть претензии к этому дому и еще момент значит до того момента когда проектировался вот генеральный план города изначально площадь города была по-моему если не ошибаюсь 760 гектар на сегодня эта площадь усилиями городского совета в начале 90-х годов увеличена до 1800 г то есть это расширение есть в сторону Грызлова есть расширение в сторону Балкова есть расширение в сторону Присад то есть вот эта вся сумма сейчас 1800 и если говорить о том что допустим первый вариант генерального плана со всеми поправками а последняя поправка если я не ошибаюсь в 1976 году была утверждена на совете директоров вот в этом зале наверное Владимир Алексеевич помнит это вот в этом зале значит присутствовали и с президиумом Академии наук вот тут вот был макет по-моему и все подрамники здесь выставлены были это было утверждено так вот этот вот план на сегодня я бы сказал выработан я подойду поближе чтобы он на сегодня он был выработан каких-то каких-то наверное перспектив по-моему не проглядывается потому что градообразующие нашего города это институты та программа которая была намечена как вот Владимир Алексеевич говорил по институтам порядка наверное 6-8 институтов она выполнена других заявок на сегодня чтобы вот дирекция центра сказала бы вот у нас программа тогда была правительственная программа у нас на сегодня нет ну и в этом плане я особо каких-то на сегодня к сожалению перспектив не вижу а что касается той группе архитекторов которые выполнены вот эту большую работу это просто ну просто низкий поклон я бы сказал вот тем ребятам которые вот сейчас молодые архитекторы очень хорошо что здесь есть это так скажем ну откровение наверное для некоторых наших горожан ну и тут пожелание я бы так пожеланием закончил вот те моменты которые я упомянул в микро-юни АБ ну кстати вот та застройка которая с западной стороны АБ коттеджем она не была предусмотрена предусмотрена было порядка пяти может быть семи коттеджей для академиков вот а дальше уже так скажем волонтаризм местных властей вот так скажем я бы поэтому я бы желал конечно все-таки с таким же энтузиазмом нашим живущим здесь архитектором которые уже наверное во втором поколении архитектор которые живут здесь более энергично заниматься влиянием на застройку города чтобы это все-таки соответствовало генеральному плану в какой-то степени в конце концов по уму меня резонуло где-то в начале двухтысячных годов на совещании в администрации когда глава города на вопрос а почему вот тут вот то есть пятое и десятое к чему здесь планируется значит такой-то дом а у нас нет генерального плана как нет генерального плана вот это вот я бы сказал безграмотность надо ликвидировать и опять же к сожалению у нас начиная вот наверное с двухтысячных годов профессиональных архитекторов главными архитекторами городов я не припомню потому что были другие специальности на которые возлагались обязанности главных архитекторов но они не были воспитаны в том плане любви так сказать к архитектуре которая должна быть у хозяина города ну вот простите меня за такое может некоторое наболело спасибо огромное мы очень рады что вы дошли вы я вам дам слово потому что неожиданность потому что человек хотел прийти потом говорит нет пандемии и вот все-таки вы до нас Вячеслав Якович дошли вот вы немножечко сами себе представитесь потому что я всех регалий ваших сказать не могу но в общем человек не как архитектор а как руководитель да спасибо спасибо ну у меня несколько я так долго не буду говорить вы устали про город можно говорить много но мне очень про себя я 57 лет в городе когда приехал когда поселок был здесь ну занимал различные должности я 75-85 год был председателем церкви депутатов ныне тире мэр города называется 10 лет и вот то что говорил Еремеев тоже говорил Леонид Александрович я непосредственно участвовал мне сразу стало приятно когда он говорит вот здесь мы смотрели первый генеральный план это был 76-й год да генеральный до этого были они проектной мастерской но не утвержденные а здесь утверждали мы на совете депутатов и в Академии наук Платонов Ереме о котором говорили он являлся главным архитектором Академии наук и соответственно курировал непосредственно наш город создавание города можно много говорить о районировании города и так далее вы заметили кто был в Новосибирске кто был в Фриазе на других научных центрах он совсем отличается потому что изучили опыт расположения научных центров здесь и сделали город научных центров районированный зона одна зона другая зона то есть научная зона зеленая зона жилая зона промышленная зона и так далее то чего нет в Новосибирске я там три раза был видел там чего-то перемешано там институтов больше и так далее поэтому поэтому могу что-то сказать еще и слова благодарность я смело вошел туда что мне стало первое приятно я опоздал немного стало приятно что много молодежи честно говорю потому что вот сказал по-моему Владимир Александрович сказал что мы приехали нам было 30 а мне было меньше 30 лет даже и другие были ученые организаторы меньше 30 то есть вашего большинства возраста которые как раз все смело решали вопросы развития города социальный вопрос строительные научные вопросы и так далее это уже сказал Анатолий Евгеньевич что это в ваших руках смелее дерзайте и город надо дальше развивать это первое что я вас благодарю что вы пришли я хочу чтобы вы принимали в развитии город дальше на самом деле здесь иначе мы не получим научный центр а мы получим деревня Балково номер 2 или Липец номер 3 или Большое Рыглово номер 10 и так далее то есть деревню уже некоторые так называют потому что то что безобразие уже сказали допустим дом жилой построили в год принимали голосовали в научном центре и прочее это безобразие вот напротив молодости Анатолий Евгеньевич нет не должен он там быть там на самом деле особенно да на самом деле за молодостью здесь должна как едешь вот в город езжать должна стоять 26 или 28 этажная башня она одна но это не просто так она должна стоять она как раз дала направление а микрорайона Б вот которые стоят вы видели первый четвертый пятый девятый дома а в средине это пусто а там должны быть дома а там должны быть дома хотя сейчас говорят что ничего там не должно быть давайте стоянку сделаем все используется дело в том что архитекторы здесь называют Платонов Кузьменко начинали это часть города я знаю и они говорили они взяли модель Франции как ни странно очень удобное удобное у нас расположение города наверху там Акуведно там Серпухов ну не наблюдать Серпухов но здесь он должен быть на горе на нашей должна быть город-гора так они и делали надо сделать на горе-гора поэтому вот это стоят которые я назвал девятиэтажные дома внутри должно быть восемь домов в шахматном порядке это на пустом поле восемь домов это больше этажности если это девятиэтажные там четырнадцатиэтажные этажности да и в западном направлении коттеджи ученых для академиков совсем одноэтажные и вот там должна получиться на горе-гора ни слова не затронули о площади между гостиницами это то же самое а знаете что там должно быть сейчас там должна быть арковая зона последняя утверждение нашей администрации может быть и совета я не знаю а там должен именно как раз АБ хороший город и там центр должна быть администрация города сейчас администрация города располагается в здании где находилась с мусем и проектной организации оно не приспособлено а здесь должна быть должна быть площадь ну тогда говорили площадь Ленина и там должен быть замечательный дом ученых между гостиницей даже с подземным переходом в гостиницу вот этот центр должен быть ну сейчас переграли говорят так я не участвовал вот поэтому когда Анатолий заканчивал он правильно сказал надо выполнять смотреть биться и власть должна в первую очередь и совет депута и жители города должны смотреть генеральный план который утверждали который рассматривает его рассматривали я уже начал с этого его рассматривали в сравнении с другими научного центра всего мира всего мира это и Израиль это Пакистан это и Франция это и наши тоже самые города и я говорил долго не буду говорить потому что я могу говорить ну 2-3 часа это точно о городе потому что он вот здесь у меня сел на самом деле потому что мы приехали и сейчас молодые некоторые приезжают вот такой город как будто он вчера вырос а здесь все все было так сказать в первобытном виде поэтому когда мы это делали и когда создавался этот город мы один момент радовались а другой переживаем как сейчас это делать а Владимир Алексеевич Александрович я благодарен я пришел узнал я не был тогда приглашен на первый ваш тур я не знал а потом случайно узнал шел по городу почему вы не были я когда не знал вы первый раз на открытии были почему я вам загадаю вы подняли историю города вы подняли я прошел посмотрел выставку которую сейчас посмотрим это все люди которые заслужили ну что такое похвалы они награды они должны вечности Платонов Юрий Павлович ну я его называю это мой друг даже мы с ним дружили это сложный интересный академик он академик он главный академия наук главный архитектор академии наук а до этого был председателем союза архитекторов СССР он занимал и он болезненно воспринимался он приезжал часто смотрел подсказывал и так далее и так далее я вам благодарен и на этом останавливаться не надо народ должен знать и то что пришли что по приглашению пришли по объявлению пришли люди интересуются городом это только часть рассмотрели мы часть только дела архитектуры города а дальше начинает развитие научного центра а дальше начинает социалка а где нужны все 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 начинает как в любом городе от рождения как в больнице как в здравом и кончает присадку это все надо было создавать а сейчас надо это продолжать совершенству все дела спасибо вам большое я тебе спасибо вам большое если задало вопрос давайте вам буквально три минуты Владимиру Алексеевичу и пойдем у нас потому что небольшой будет такой экскурс на полчаса всего по выставке поскольку дальше уже будут мероприятия какие-то вопросы есть еще вот несоблюдение генерального да не надо несоблюдение генерального плана когда ответственность предусмотрена на ком-то она лежит что вот все говорят дом построили который стоит не там где нужно кто кто виноват к сожалению сейчас эти вопросы на местах не решаются поскольку ну вот я был собственно говоря последним главным архитектором города с теми полномочиями которыми обладал советский главный архитектор города то есть была власть совета у нас как известно но вот странно что власть коммунистов ушла но власть советов почему-то тоже ушла то есть советы без коммунистов у нас тоже не жили оказывается а это была должность когда я перешел из мастерской в связи с тем что объем работ проектных сократился вот я не отказался от предложения когда меня попросили прийти на эту должность я был начальник управления архитектуры и городостроительства города допущено и находился в этом качестве до принятия нового устава города а новый устав города уже не имел главного архитектора вот это случилось при мне 97 97 год ну а после этого как говорится я утратил интерес как раз к этой дружине вот собственно там был записан в уставе специалист по архитектуре то есть его могли слушать могли не слушать никакими полномочиями он не обладал и я в этом убедился после нескольких попыток я собственно поехал к начальнику главного архитектурно-полнировочного управления моя кандидатура с ним когда-то согласовывалась когда я переходил из мастерской вот он мне сказал а вы должны быть и правой рукой и левой ногой вашего мэра вот ну меня это не устраивало я в общем тем более что на меня смотрелись подозрения потому что я не оставлял так сказать творческой деятельности а ее приходилось совмещать с административной а это как-то не совмещалось особенно в сознании руководства вот то есть в общем я отчитывался по налогам по всем за свою работу вне так сказать своей должности но положение было весьма щекотливое потому что во-первых каждые полгода была переаттестация и на этой переаттестации всегда поднимался вопрос а чем собственно нас занимается главный архитектор вот он кого согласов кому согласовывает тому и работу выполняет так что ли ну 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 короче в общем главного архитектора не стало с тех пор то есть должность как бы она существовала даже печать осталась круглая вот но она была только для того чтобы санкционировать решение руководства в лице мэра в лице администрации областной поскольку администрация областной областная сейчас решает все вплоть до благоустройства городского там все потоки бюджетные проходят и так далее ну вот такая история общая история вот так придумана да еще вопросы какие-то есть или мы уже пойдем непосредственно так сейчас хотя у меня вопрос про крючевки потому что они собственно есть на ген-клане раз мы заговорили о будущем города они собственно должны стоять 40-50 лет верно по плану что планировать с ними делать ну вот как раз мы видели постановление 76-го года о перспективном развитии города и в тех заданиях к этому ген-плану который в 76-м году был разработан уже было написано что этот район микр-район В с панельным строительством не удовлетворяет как бы вообще в принципе задачи научного центра вот и по-хорошему они в 90-м году должны были все снесены или там должен был быть новый квартал может Владимир Алексеевич по подразделению прокомментировать ну да дело в том что процесс отселения из этих домов они уже сроком артизации своей прошли и например 30-й В он стоял полностью отселенный он был пустой шло отселение дома 10-го который с магазином рядом там на углу стоит Виткевича да вот сейчас Дикси там магазин жилая часть была тоже отселена частично во всяком случае первые этажи все были освобождены еще в советское время вот а потом поскольку строительства не было а потребность в жилье была то начали заполнять опять эти дома и вот они сейчас даже с приватизированными уже квартиры не существует то есть там допустили приватизацию чего ни в коем случае нельзя было делать вот то есть как временный жилой фонд допускалось это пока соответствовало санитарным и прочим нормам ну какая будет сейчас судьба никто сказать определенно не может потому что планов строительства нового нет это происходит все спонтанно выборочно и как бы с привлечением заинтересованных инвесторов как известно но никто сюда особенно не стремится потому что здесь в общем проблема с реализацией квартир существует на самом деле насколько мне известно так отступление что у нас два дома сейчас запланированы к строительству один в Д это первый дом и второй дом в АВ но на самом деле действительно самый большой прикол в том что даже тех заданий 76 года по вот этим домам они вообще называются рабочим поселком то есть их строительство было вынужденным потому что надо было срочно расселить рабочий поселок который находился в Халино и предоставить более комфортные условия не барачные а вот именно эти панельные пятиэтажки они именно как временные рассматривались с самого начала еще какие-то вопросы есть? давайте тогда оперативно перемещаемся в зал Владимир Алексеевич возглавляет группу желающих посетить экскурсию и у нас буквально буквально 25 минут на все если захочет книжку Каштанова то вы можете меня найти или в зале или здесь приобрести аспекта через 50 минут времени